доброе утро дорогие друзья с вами канал 1 австралия и я александр петров у меня есть задача помочь всем ребятам которые хотят приехать в австралию но дело в том что вы ставите разные цели вы приходите из разных бы градов с разных мест разных стран с разными образованиями вы люди которые на мой взгляд можете преследовать разные цели и это у вас голове обстановка окружающие эти возможности которые появляются у вас они может быть меняет цели но в принципе не меняют ваш характер поэтому один из вариантов которые я хочу вам предложить он в общем-то на вен теми разговорами которые я веду с ребятами которые скажем так полонисты то есть это люди которые любят польшу и которые считают что польша одна из наиболее динамично развивающихся экономик европы я не согласен с этим но я могу сказать так польша интересная страна для тех кто хочет жить недалеко от своей родины обычно это украина россия беларусь но не только это как раз вот страны средней азии республики и польша эта страна которая очень похожа на нас в польше есть преимущество польша наиболее экологически чистая в европе поэтому я разговаривал с ребятами из чешской республики словакии и они говорили что за продуктами в польшу ездят и чехии и словакии многие граждане бывшие югославии особенно немцы это интересное наблюдение это более выраженная чем популярность тех же самых белорусских продуктов допустим в россии и поэтому я предлагаю для ребят обучение в польше у меня нет особого интереса к зарабатыванию денег на этом но я знаю ребят которые этим занимаются в польше и соответственно эти люди они работают приблизительно по тем же принципам как и я правда на мой взгляд они делают некоторые услуги которые я делаю бесплатно они делают за деньги на такие услуги которые ведут к натурализации в польше ну скажем так те подобные услуги которые оказываем мы их оказывает наш миграционный агент алексей чехунов и соответственно естественно его помощь она тоже не бесплатная но по крайней мере в отличии от меня он не может рассчитывать на комиссионные которые я получаю от учебных заведений и так первое что вы можете сделать это приехать на магистратуру в польше но опять таки если у вас вообще нет высшего образования вы можете сделать бакалавра и магистра на это у вас уйдет где-то около пяти пяти с половиной максимум шести лет зависимости от программы дело в том что обучение в польше может быть бесплатное может быть очень дешевым на уровне где-то 500 евро в год и может быть более дорогим но на английском языке здесь надо смотреть что вам нужно если вы хотите натурализоваться в польше очень рекомендую учиться на польском языке если честно сказать при определенной расслабленности то есть если мне послушать порядка получаса разговор людей на польском языке я начинаю польский язык понимать очень даже неплохо наверное потому что я понимаю украинский язык и он является для меня вторым родным скажем так вот соответственно украинский язык это что-то между русским ближе конечно и польским поэтому польский язык для русского человека и для любого человека который более-менее понимает русский язык он является близким скажем так это как турецкий и может быть казахские языки все-таки один корень люди более-менее понимают это и опять-таки ваша магистратура дает вам возможность выбора в будущем и может быть это будет польский вариант номер два о нем мы поговорим отдельно это более интересный на мой взгляд способ но более сложный а этот способ но просто лапочка потому что по отзывам людей учиться на магистратуре в польше достаточно легко если вы тратите некоторое количество времени вы можете кстати работать и ребята у нас зарабатывают тысячи полторы тысячи евро в месяц и соответственно тратят ну буквально несколько сколько там несколько десятков евро в месяц если всего 500 евро год то естественно тратится мало денег на учебу жизнь достаточно дешевая в польше так что вы можете отложить на свою австралию деньги потому что австралия это часть пути второе вы публикуетесь в польше и россии ребята мы собираемся делать из вас преподаватели преподавателей в польских учебных заведений это могут быть колледжи это могут быть просто школы и это может могут быть университеты поэтому дорогие друзья обратите внимание на эти публикации публикации будут на английском языке и публикации будут и в польше и в россии в частности в москве после этого вы подаетесь уже на визу в в австралию дело в том что живя в польше и закончив обучение в польском учебном заведении особенно если вы учитесь на польском языке то вам достаточно легко это касается особенно ребята из средней азии достаточно легко кстати за кавказе тоже достаточно легко подаваться на студенческую визу но вы очень уж дженни он студент поэтому по опыту такие ребята крайне мало у меня такой опыт но есть просто этнические поляки правда у них польский паспорт но все равно наши ребята те же самые украинцы те же самые белорусы которые подавались из польши проблем с визами обычно не мерят гораздо легче чем подаваться из россии но я так думаю что то что вы доканчивали магистратуру или бакалавриат в польше на польском языке уже очень такой позитивный фактор и соответственно вы после языка учитесь на уровень дипломы advanced дипломы научитесь хорошо не просто ради визы за это время вы кстати заработаете ну на мой взгляд за пять лет можно отложить как минимум 1200 долларов это после налогов без всего у вас просто лежит сумма такая на счету я надеюсь не будет у нас всяких инфляции гиперинфляции пропадания сумма просто рассчитываю на то что рано или поздно в этом мире сумасшедшие люди все-таки уйдут от власти и придут к власти нормальные люди вот но по тем цифрам которые сейчас есть или были там пять лет тому назад 200 тысяч это не проблема 200 тысяч дает возможность вам обзавестись жильем хорошей машиной всем всем что надо вам для жизни и этой суммы хватит для хватало обычно для поляков чтобы вернуться поляки чехи точно так же себя вели венгрии румыны многие возвращались к себе домой и чувствовали себя очень комфортно те пять лет которые они проводили в австралии запоминались им на всю жизнь и после этого вы возвращаетесь в польшу опять таки во многом это идет речь для тех ребят которые хотят жить и хотят стать поляками скажем так или быть гражданами польши гражданами европейского союза поэтому вы можете рассчитывать по тем прикидкам которые мы сейчас обсуждали где-то на зарплату чистенькую работу преподавателям зарплату в 2000 евро можете расти это ваше дело можете делать докторские можете многое чуть делать можете пойти по первому пути остаться в австралии но в этом случае не особо кстати напрягаясь вы возвращаетесь хорошей денежкой к себе теперь уже практически домой в польшу ну соответственно имеете достойную работу хорошо говорите на английском на польском и на вашем родном русском языке у кого-то из ребят в средней азии но и опять-таки украина беларусь есть еще один свой родной язык соответственно жизнь ваша состоялась вы получили в итоге получите гражданство польши европейского союза и жизнь сложилась жизнь сложилась так как вы этого хотели вы хотели достойную жизнь деньги недвижимость уважение достойную работу и гражданство европейского союза вы это получили и австралия вам помогла и я вам помог я безумно рад но есть и второй вариант значит вот это вот вот